Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Все имеет свойство заканчиваться, как и наша викторина, узная любимый город. Вчера моя коллега Кристина Придейна озвучила последнее задание. И в эфире мы показали лишь половину снимка, чтобы угадывать было сложнее, исторического здания нашего города. И спросили, по какому адресу оно находится. Правильный ответ – Ленина, 47. В 1957 году бывший трест «Уралтяжстрой», который располагал своими отделениями в разных городах, стал базироваться только в Березняках и был известен как трест номер один. На Ленина, 47, сосредоточилось несколько строительно-монтажных управлений и несколько отделов – плановый, юридический, управленческий. Строители возводили это величественное здание для себя. Это как раз-таки, можно сказать, офисное здание, да, то есть с таким прицелом на будущее его офисное использование. И если, опять же, таки сказать о том, какой стиль у самого здания, да, то есть это неоклассика, причем с огромным количеством именно элементов декора. Все тут выглядит очень парадно, очень красиво, да, то есть это действительно такая визитная карточка, можно сказать, наших строителей. Сейчас Ленина, 47 – это офисное здание, в котором находится и наша редакция, кстати, у нас. В офисе 509 все победители могут забрать свои призы, а первым правильно ответил на последний вопрос телезритель, чей номер заканчивается на 5728, и он получает сертификат на 1000 рублей от медицинского центра «Эсмеральда». Медицинский центр «Эсмеральда» – это стоматологические услуги от профессиональной гигиены до реставрации зубов, протезирования и установки брекетов, косметологические услуги от чисток лица до мезотерапии, ламинирования ресниц и депиляции, услуги ногтевого сервиса от спа-маникюра до наращивания ногтей. И, конечно, в «Эсмеральде» можно пройти спа-программы и экспресс-уход за телом. Напоминаем, сертификаты от наших партнеров магазина «Морфей», «Суши Баракасуми» и медицинского центра «Эсмеральда» вы можете забрать в нашей редакции, как это уже накануне сделал Матвей Михалев. Он угадал фото стихийного мини-рынка напротив строительного техникума. Сидели, все с семьей смотрели, и вот как только началось, папа сразу понял, сразу увидел, говорит, вот это там был рынок, вот это то место. И мы сразу же тут же берем телефон и все отправляем. Успели, повезло нам. Еще один приз пришла забирать Гульнара Панус. Однако наша телезрительница призналась, узнала на фото 30-х годов городской парк. Не она, а ее мама Зоя Яруловна. Ей большой привет от нашей команды. Она 40 лет проработала водителем троллейбуса. То есть, как бы для нее все уголки, все знакомое, все родное. Она очень рада, что как бы приз получила она. Ну и она сказала, передай привет. Хотела прийти сама на коронавирус в стране. За 70 людям нельзя. Спасибо нашим таким любимым и внимательным телезрителям, а еще сотрудникам музея Роману Петрову и Наталье Сабаш за интересные истории. А мы обещаем, впереди еще много конкурсов. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья.